друзья всем привет привет моим подписчикам вот три месяца я не заливал видео на свой канал как то были какие-то психологические проблемы с этим каналом и вообще мне не очень хотелось что-то делать не хотел что-то вести и плюс параллельно я еще стал вести мото канал где регулярно выкладываю видео про мод путешествия я довольно давно 2019 года за границей и думаю что информация которой владею постоянно узнаю будет многим интересно и я решил что по крайней мере раз в неделю я буду делать такие видео где буду рассказывать по крайней мере три новости из жизни в турции и сегодня буду выкладывать каждые выходные такие видео вот и сегодня я расскажу о трех вещах это падение лиры о котором уже все знают все говорили но я по своему мнению свой взгляд скажу кратко потом погода в турции недавно но как недавно одно из последних видео которое делал это семь причин переехать в турцию на зимовку вот одна из причин там была погода но эта зима показала что я ошибался вот и третья причина получения отравка посылок в турции для тех кто хочет сюда приехать кто здесь живет еще не пользовался такими услугами я думаю это будет очень полезно и интересно ну что поехали значит лира где-то в середины ноября началось падение лиры примерно от семи с половиной восьми лиры рублей за лиру и то порядка там четырех с половиной рублей за лиру где-то в середине декабря вот такой курс был четыре с половиной рубля за лиру то есть лира упала практически в два раза для местных жителей конечно это очень плохо здесь никаких положительных моментов вообще нет но для экспатов так как я например плачу за квартиру и рах я чувствовал так добрал квартиру в октябре что нужно только в лирах оплачивать аренду я думаю для меня это будет выгодно да для меня выгодно я примерно 30 процентов если в рубли перевести 30 процентов от стоимости квартиры экономлю довольно выгодно получается а те кто снимает в евро оплачивает их долларах конечно им это не выгодно им вообще все но в основном все экспаты получают доход в рублях да в евро в долларах поэтому как бы нам в любом случае лучше чем местным жителям туркам вот но на самом деле с января цены у нас поднялись поднялись порядка на 20-30 процентов где-то вот так вот хотя и лера немножко скорректировалась сейчас в январе на 5,7 рублей за лиру дают ну и цены примерно на 20-30 процентов поднялись но самое главное выросли цены на электричество в январе вот пришли пяточки и все просто в чатах и группах стали говорить там ой-ой-ой у нас такие счета да там у кого-то 1000 лир за электричество счет у кого-то вообще 4000 а это около 20000 рублей даже чуть больше вот но у меня в три раза тоже электричество подорожало вот я платил 180 лир в декабре за электричество в январе заплатил 475 лир вот и все переходим к следующей новости погода в турции опять же в январе декабрь еще мы как-то пережили нормально холодные дожди все думали будет нормальный январь все дела но вторая половина января просто взорвала опять все чаты все группы все там скидывают скриншоты прогнозов погоды потому что погода у нас просто адовая мало того что нас задолбали дожди в декабре постоянные где-то после 10 декабря там вообще начались прям всю неделю всю неделю дожди то сейчас в январе у нас очень низкая температура днем примерно 9-12 градусов тепла опять же в россии может показаться что а фигняет все тепло нет здесь влажность там мне 150 метров до моря и меня очень большой высокая влажность плюс у меня тема синевая сторона окна квартиры выходят на восток и очень холодно в квартирах очень холодно и температура ощущается градусов наверно на 5-7 ниже вот по факту ощущается из-за влажности вот то есть в россии я так никогда не мерз как здесь именно вот и учитывая предыдущую новость которую вам рассказал пользуешься отоплением отапливаемся мы кондиционерами пользуешься отоплениями очень обдуманно да кстати вот например погоды я выхожу сейчас на балкон записываю это видео и тут полный трэш немного погоде в аланье вот так вот вот так вот кто хотел перезимовать все таки наверное лучше зимовать где-то 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 в другом месте и восточной азии третий новость третья новость кто хочу сказать я вот заказываю сюда иногда посылки я там из триланда приходится запчасти для мотоцикла и вот такая особенность когда вы заказываете посылку в турцию когда отправляете понятно и когда вы получаете даже если вам друг просто присылает мне там друг присылает посылку все равно вы в любом случае оплачиваете пошлину пошлина она небольшая там то обычно до 100 лир там может быть 50 лет 60 70 но зависит от посылки от габаритов от веса вот ну примерно там три килограмма 4 килограмма не было посылки я заплатил 58 лир это было в декабре сейчас в январе может быть цены поднялись так как на все выросли цены вот так это надо иметь ввиду посылки и отправлять и получать именно в турции не выгодно какие-то покупки совершать из зарубежных интернет магазинов не турецких невыгодно причем это будет очень дорого будут большие пошлины поэтому для себя лично я думаю такой вариант я люблю действительно какие-то качественные европейские вещи бренды там опять же мне какие-то детали нужны мотообувь там вот это все такое для мотоцикла экипировка поэтому я так думаю что или делать шенген и покупать действительно все в Европе куда-нибудь в Германию вылететь или покупать это в России хоть это будет дороже чем в Европе но это все равно выгоднее чем в Турции и выгоднее чем заказывать в Турцию почему про почту да я захотел рассказать потому что опять же я получаю посылку и те кто хотят переехать сюда в Турцию ну чтобы знали что это не очень выгодно поэтому в чатах в Телеграме например часто люди пишут лечу там из Москвы там в Аланью возьму там какие-нибудь документы там или маленькую посылку и наоборот из Аланья из Антальи лечу в Россию возьму посылку вот это да такие услуги есть это даже выгоднее чем просто почтой пользоваться вот такие дела такая новая рубрика вкратце я вам немножечко попытался рассказать какие-то последние новости какие-то мысли по поводу жизни в Турции да холодно но мы это переживем все надеемся на раннюю весну на солнечный февраль и если у вас будут какие-то мысли какие-то новые темы что вы хотите узнать о жизни в Турции что здесь сейчас происходит из-за первых уст вот этот человек который здесь вот мне тут кошку дали на передержку иди сюда иди сюда вот такая красавица у меня пятнистая живет если у вас будут какие-то мысли какие-то новые идеи если хотите о чем-то узнать о Турции по документам там по получению ВНЖ какие-то правила да немножко изменились правила получения ВНЖ если хотите я вам об этом обо всем расскажу вот так что пишите комментарии всем спасибо всем пока пишите как вам этот формат увидимся до новых встреч